Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Галины Смирнова. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Оценят по заслугам. Челябинской области продолжают выяснять, насколько эффективно работает исполнительная власть. Яма нашла хозяина. Журналисты ТВИН вместе с жителями разбирались в причинах и выявляли виновника коммунального дискомфорта. Промышленный туризм набирает обороты. На Магнитогорском металлургическом комбинате ежедневно проходят захватывающие экскурсии для горожан. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Выявить уровень удовлетворенности и доверия руководителям органов местного самоуправления. С такой целью по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе проводится опрос среди населения об эффективности деятельности властей. Опрос размещен в интернете. В этом году для участия в анкетировании обязательным условием стала регистрация на портале государственных услуг. Для проведения опроса также оборудовали места в многофункциональных центрах и библиотеках. Мероприятие состоялось во второй городской библиотеке. Люди в зале жили не то что при разных мэрах, губернаторах, президентах, но и при разных политических режимах. Кто, если не они, могут сравнивать и давать оценку властям? Этих активистов специально пригласили пройти опрос об эффективности деятельности руководителей. В том, что голос народа будет услышан, политолог Наталья Балынская сама не сомневается. И собравшимся напоминает недавний пример продуктивного диалога администрации и горожан, когда бюджетные деньги были направлены на реконструкцию того парка, который магнитогорцы выбрали сами в ходе голосования. Власть озабочена тем, как правильно разделить бюджет. И горожан всегда волнует, куда наши деньги идут, что на наши деньги делается. Поэтому, если власть спрашивает, что мы хотим делать и как мы оцениваем ее действия, мне кажется, это важно дать власти понять, как мы реально это оцениваем, что хорошо, что плохо. Пройти опрос можно через интернет. Тех, кто не имеет возможности или навыков работы на компьютере, ждут и готовы помочь в многофункциональных центрах, учреждениях соцзащиты или в библиотеках. Вот как сегодня. Анкета в итоге позволит выявить удовлетворенность жителей транспортным обслуживанием, качеством дорог, благоустройством города и отдельных дворов, жилищно-коммунальными услугами. Лидия Ивановна на эти вопросы отвечает, что за годы руководства регионом Борисом Дубровским и город, и область заметно преобразились. Парки открываются, ну все делается, садики вроде бы, детские площадки открылись отличные у домов. И город стал красивый, и дороги стали лучше. Вот мы довольны. Итоги опроса подведут после 31 декабря, когда завершится голосование. Чтобы ваше мнение было учтено, вы должны быть зарегистрированы на портале государственных услуг. Надежда Кинаш, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. На экскурсии по промплощадке ММК побывали ветераны Центральной лаборатории комбината. Люди, которые отдали десятилетия своей жизни на благо производства, были потрясены увиденным. Многие из них непосредственно на самом металлургическом гиганте побывали впервые. Евгения Салахудинова расскажет подробности. Экскурсия началась с остановки на Комсомольской площади. Здесь ветеранам производства рассказали множество интересных фактов, о которых они и не догадывались, хотя ежедневно ходили мимо завода управления, работая в лаборатории комбината. Одна из историй касалась памятника Ленину. Оказалось, этот постамент сменил уже три фигуры. Первоначально был поставлен памятник Сталину в 1936 году. Затем в 1961 году за одну ночь его убрали и ликвидировали. И поставили маленький памятник Ленину высотой чуть меньше трех метров. Современный полномасштабный памятник появился на площади только в 1980 году. За познавательными беседами начинается основное действие путешествия по промплощадке. Главным объектом экскурсии сегодня определен один цех ЛПЦ-11, но параллельно с этим ветеранам комбината рассказывают о металлургическом процессе в целом, с примерами и иллюстрациями. ММК в цифрах и фактах бывшим работникам комбината рассказали, что площадь металлургического гиганта составляет порядка 11 тысяч гектаров, что равно 26 тысячам футбольных полей. И напомнили, что на месте вот этих полян за окном не так давно кипела большая работа. Раньше здесь было три мартеновских цеха и 35 мартеновских печей, которые выплавляли рекордное количество стали. В 1989 году 16 миллионов тонн стали. Каждым из участников экскурсии было невероятно интересно. Все они ветераны центральной лаборатории комбината. Не один десяток лет проработали на благо производства, но многие из них ни разу не бывали на самой промплощадке. Листопрокатный цех номер 11 был выбран для подробного осмотра и изучения не случайно. Это один из самых современных и крупнейших в России комплексов холодной прокатки. Масштабный инвестиционный проект Магнитогорского металлургического комбината. Его основное назначение – получение холоднокатанного и оцинкованного листового проката для производства деталей автомобилей. Востребован прокат и у производителей бытовой техники, и представителей строительной индустрии. Гостям показали «Стан-2000» – тандем, совмещенный с линией травления в соляной кислоте. Два агрегата горячего оцинкования, агрегат инспекции, упаковочные линии. Ветераны успевали не только следить за рассказом, но и делать памятные фото. И делиться впечатлениями участники экскурсии в один голос заявили. Увиденное просто поражает масштабами. Мы видим, что у нас наше предприятие развивается, и видим новые производства, которых раньше вообще не было. Потом видим эту эстетику производства, которая просто зашкаливает. От восторга, от чистоты, от красоты предприятие просто переполняет чувства. И подобные эмоции у каждого ветерана решили на этом цехе не останавливаться в планах организации новых экскурсий. Особенно, признались гости, им хочется побывать на легендарном «Стане 5000». Кстати, возможность посетить промышленную площадку есть у каждого. Достаточно сделать заявку на сайте mmk-tur.ru, либо позвонить по телефону 25 11 40. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Чья это яма и когда ее закопают? Жители домов, расположенных на пересечении улиц Правда и Мичурина, позвонили нам в редакцию с этим риторическим на их взгляд вопросом. Они рассказали, что траншею у дома 130 по улице Мичурина выкопали уже пару недель назад. И зарывать, похоже, не собираются. Наша съемочная группа выехала на место раскопок, чтобы выяснить все обстоятельства, включая сроки окончания работ. Вот эти ямы стали поводом для беспокойства местных жителей. Горожане жаловались в темное время суток. В них рискуют упасть люди, потому как освещение на улице скудное. Обходить траншеи приходилось по проезжей части, что безопасности тоже не добавляло. А работы все не заканчиваются с вопросом, что за раскопки здесь ведутся и когда завершатся, мы обратились к специалистам. Как выяснилось, работы на участке ведутся по заказу акционерного общества «Горэлектросеть». Идут они сразу в двух точках у домов по Мичурина 130 и Правдой 52. Прокладываем кабель управления активами города Магнитогорска. Прокладываем кабель 49-й подстанции на хирургический комплекс 3-й детской городской больницы. Работы ведутся точечно. Для удобства горожан первоначально было запланировано раскопать весь отрезок от Мичурина и практически до Суворова, включая проезжую часть. Но подрядчик решил провести вскрытие полотна локально и, кстати, к вопросу безопасности. По словам мастера, рабочие подошли ответственно. Никакой угрозы для жителей ямы не представляли. Ленточки-то сейчас сняли, сейчас и ограждение сняли, потому что сейчас будет засыпать эскаватор. Так что ограждение, как видите, все на месте. Сейчас укладка кабеля напряжением 10 кВт подходит к концу. Специалисты пообещали, закопают ямы сегодня, а уже завтра на участках появится новое асфальтовое покрытие. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. В ресторане «Некеров Реджес» прошел благотворительный вечер, посвященный сбору средств для фонда «Отзовись». Аукцион с уникальными лотами был организован Магнитогорским представительством агентства ППФ «Страхование жизни» и союзом «Торгово-промышленная палата». Когда каждый лот от сердца к сердцу. В сюжете Елены Ткач. Одно дело видеть статистику на бумаге, совсем другое – наблюдать динамику своими глазами, понимая, что за каждой цифрой – жизнь ребенка. Еще пять лет назад, когда телекомпания ТВИ делала первый сюжет о Магнитогорском фонде «Отзовись» помогающим детям с онкозаболеванием, под их опекой находилось 15 детей. На сегодняшний день ситуация следующая. 30 детей находятся на интенсивном лечении, еще 30 – на поддерживающей терапии и 15 – в стадии реабилитации. Вдумайтесь в эти цифры – 15 и 75. Для сбора средств помощи тяжелобольным детям используются разные формы – боксы в торговых центрах, пожертвования от частных лиц и крупных фирм, марафоны и социальные проекты. В этот раз руководители фонда решили попробовать новую форму – благотворительный аукцион. Поддержать материально акцию взялось агентство ППФ «Страхование жизни». Почему именно мы выбрали такой формат? Потому что мы, как страховщики, занимающиеся страхованием жизни, как никто другой понимаем, какие, как говорится, возникают трудности, финансовые трудности у людей, когда у них возникают проблемы со здоровьем. Компания на российском рынке страховщиков с 2002 года, а в нашем городе – 10 лет. Первый свой большой юбилей страховщики решили сделать в рамках благотворительного вечера. Надо сказать, что помощь в борьбе с онкозаболеваниями – одно из приоритетных направлений социальной политики компании ППФ «Страхование жизни». Так, например, компания оплачивает обучение в аспирантуре Медицинской академии Санкт-Петербурга молодых врачей-онкологов. Мы с ними сотрудничаем. По велению судьбы у сотрудницы у них заболел ребенок. И вот так нас свела с ними судьба. Мы познакомились. Это Уткина Миланочка. Ей тоже не так давно город собирал денежные средства. Ну и, соответственно, сотрудники про нас узнали. Организовывали встречи, собирали лоты, которых на аукционе больше 50. Картины, куклы ручной работы, спортивная форма хоккеиста Евгения Тимкина, башкирский мед и продукция компании «Русский хлеб». Первый лот аукциона – картина магнитогорского художника Смирнова – ушла с молотка за 5000 рублей. Я не первый раз участвую в подобных. И эта картина, наверное, это не самая ценность для меня. Потому что я знаю, в этих аукционах всегда сложность человеку сделать первый шаг. Я просто это знаю. Поэтому для меня не играла цена. Мне хотелось именно, чтобы люди почувствовали, что это нужно, что это можно, что, в принципе, любой. И это не те деньги, которые стоят о них задумываться. Это просто нужно сделать. Все средства, полученные от продажи лотов на благотворительном аукционе, пойдут на помощь Полине Афонькиной. У 17-летней Полины очень редкое заболевание. Дети таким почти никогда не болеют. Это перстневидноклеточный рак желудка. Лечение в Германии проходит успешно. И эти средства помогут ей вернуться в строй как можно быстрее. Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВН». К другим темам. Месяц интернета и телевидения в подарок. Бонус, который приготовила для новых абонентов компания «Интерсвязь». Таким образом, магнитогорцы сейчас имеют отличную возможность лично убедиться в высоком качестве услуг, которые предоставляет крупнейший оператор связи Южного Урала. И сэкономить. Какие еще преимущества уже выявили участники акции в нашем сюжете. Супруг еще не вернулся с работы, а молодая жена Маляка уже на кухне готовит ужин. Занятие для девушки новое, непривычное. Семейная жизнь началась меньше трех месяцев назад. Поэтому и сноровки пока нет. В помощь на столе не кулинарная книга, ноутбук. Чтобы была возможность в онлайн-режиме учиться у шеф-поваров, интернет в квартиру завели в первые же дни после переезда. Так как мы с мужем ответственно относимся к планированию семейного бюджета, искали провайдера с постоянной стоимостью своих услуг. Наш выбор пал на компанию «Интерсвязь». Они удовлетворили наши потребности и в качестве, и в стоимости услуг. Плюс порадовали месяцем интернета в подарок. Теперь муж вечерами смотрит свои любимые ролики, а я – кулинарные блоги. Из практики работы компании «Интерсвязь» довольные клиенты зачастую переходят в разряд постоянных. Вот и Елена. Услугами лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала пользуется на протяжении шести лет. Менять оператора не намерено. Просто-напросто я не могу без телевизора. Интернетом пользуюсь практически каждый день. Меня все, в принципе, устраивает. Каналы, которые там, и вещание само по себе, ну и связь. Я имею в виду интернет-связь. Отличный сервис, круглосуточная служба поддержки – это дополнительные плюсы в работе компании «Интерсвязь», которые отмечают абоненты. Стабильное, бесперебойное интернет-соединение уже как само собой разумеющееся. Гарантирована высокая скорость соединения до 100 мегабит в секунду. Уверенная связь с сайтами, даже в часы максимальной нагрузки на сеть. Бесплатное мобильное приложение с десятком полезных функций. Вот далеко не полный список преимуществ, которые уже успели оценить наши абоненты. Подключайтесь к компании «Интерсвязь» и убедитесь сами в надежности сигнала и удобстве сервисов крупнейшего оператора связи Южного Урала. Специально для новых абонентов компании «Интерсвязь» сейчас действует акция при подключении месяц пользования интернетом и кабельным телевидением в подарок. Надежда Кинаш, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН». В декабре сеть магазинов «Мясная пекарня» отмечает пять лет со дня основания. В преддверии первого юбилея в социальной сети ВКонтакте «Мясная пекарня» провела конкурс. Участники придумывали имена для трех шеф-поваров, милых персонажей талисмана в сети. Накануне в магазине на Ленинградской 15 состоялось торжественное и очень вкусное награждение победителей конкурса. Какие подарки получили участники и чем еще порадует «Мясная пекарня» в юбилейный год, расскажем в нашем сюжете. Делать вкусные полуфабрикаты и готовые блюда, предлагать самую свежую продукцию в день изготовления – кому-то этого, возможно, было бы достаточно. Только не «Мясной пекарни». Сеть выбрала для себя сложный, но очень интересный путь тесного, очень душевного общения с покупателями. В группе ВКонтакте, например, постоянно проходят увлекательные викторины и розыгрыши призов. Буквально на днях были подведены итоги конкурса «Имена для шеф-поваров». Одно из имен, вот этого замечательного повара, победила. Придумывали всей семьей. Ну и как его теперь зовут? Николя. Немножко похож на француза. Скажите, почему вы решили вступить в эту группу и как часто приезжаете в «Мясную пекарню»? Ну, постоянно приезжаем, перепробовали практически весь ассортимент. Нам очень нравится и колбаски, и мясо запеченное. Вся семья у нас любит. «Мясную пекарню обожаем, любим ехать в лес. И перед тем, как жарим шашлычки, подкрепиться рулькой с черноплодной настойкой. Участие в конкурсе никогда не участвовала и не верила, что можно что-то выиграть. Я, кстати, очень удивлена, что люди проголосовали за меня, хотя я очень хотела победить и пришла к этому. Спасибо! Итак, персонажи-талисманы получили имена, а победители – вкусные призы. «Мясная пекарня» приглашает всех магнитоборцев присоединиться к группе в социальной сети ВКонтакте и принять участие в интересных, а главное – вкусных конкурсах. Кроме этого, в честь своего пятилетнего юбилея сеть «Мясная пекарня» до конца недели дарит каждому покупателю подарок. «Мясная пекарня на ручек хлебушек». Кроме призов и подарков «Мясная пекарня» радует покупателей постоянным обновлением ассортимента. Так, совсем недавно на прилавках появились чудесные новинки. В нашей «Мясной пекарне» появилась новая рулька – рулька-гриль. Она запекается в мешочках, очень воздушная, нежная. Даже люди, которые преклонного возраста, в состоянии ее кушать. У нас в кулинарии очень вкусная долма есть, которая королева кавказской кухни. Есть запеканка творожно-тыквенная. Для людей, которые любят десерты, она подходит на завтрак, на обед и на ужин. «Мясные пекарни» на Ленинградской 15 и на Советской 180-Б приглашают магнитогорцев за вкусными покупками. А также рекомендуют больше общаться с родными, друзьями и единомышленниками, быть активными и получать удовольствие от жизни. Магазин бытовой техники «Электроники Норд» проводит распродажу по черному. Грандиозные скидки до 50% ждут покупателей по 30 ноября. Самое время приобрести то, что вы давно хотели по низким ценам. Магазин «Норд» открыт для всех желающих сэкономить. В акции распродажи по черному участвуют как новинки, так и популярные модели от мировых производителей бытовой техники и электроники. К примеру, этот незаменимый помощник для охлаждения напитков и сохранения свежести продуктов, холодильник «Норд» в дни акции стоит всего 16 990 рублей. Экономия при покупке составит 5000 рублей. У данного холодильника идет объем 294 литра, у холодильной камеры 194 литра, у морозильной камеры идет 100 литров. Также у него идет класс энергопотребления А+, это позволит вам сэкономить электроэнергию. И также у нас есть услуга перенавешивания дверей. На время акции в магазине «Норд» стоимость пылесоса «Самсунг» снижена на 1000 рублей и составляет 3899 рублей. Согласитесь, чистая выгода. И подобных интересных предложений в магазине множество. LED-телевизор «Хюндай» с диагональю 81 см может стать вашим всего за 10 990 рублей. Данный телевизор имеет цифровой тюнер и HD-разрешение. Бытовая техника и электроника по самым выгодным ценам ждут вас в магазинах «Норд» уже сегодня. Приходите и выбирайте, пока нужные вам товары еще в наличии. В нашем магазине действует беспроцентная рассрочка от 6 до 24 месяцев без первоначального взноса и без переплат. Также вы можете прийти в наш магазин и забрать товар, а оплатить потом. Для удобства покупателей услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине. Все интересующие вас подробности вы сможете узнать у продавцов-консультантов. Или позвонив по бесплатному номеру телефона 8 800 700 33 80. Распродажа по черному – отличный повод заглянуть в магазин «Норд» по адресу улица Труда, 25А. Напоминаем, акция действует до 30 ноября. Настоящие холода уже не за горами. Магазин верхней одежды «Метелица» приглашает магнитогорцев и мужчин, и женщин за куртками и пальто из новой зимней коллекции. Выбор верхней одежды очень большой на любой вкус и кошелек. При этом одеться в «Метелице» можно в кредит. Забрать куртку или пальто сразу же, а расплачиваться за обновку постепенно. Выбор верхней одежды – дело серьезное. Магазин «Метелица» полюбился магнитогорцам благодаря сочетанию нескольких очень важных для покупателей составляющих. Богатому ассортименту курток и пальто, собранных в одной торговой точке. Продавцам-консультантам, умеющим подобрать одежду по фигуре, даже если она далека от идеала. А самое главное – «Метелица» торгует только качественной верхней одеждой, изготовленной зарекомендовавшими себя на отечественном рынке московской и белорусской швейными фабриками. При этом ткани, фурнитуру, утеплители производители закупают в Финляндии. Новая коллекция зимних курток и пальто, поступившая в «Метелицу» этой осенью, очень разнообразна, порадует и мужчин, и женщин. Здесь можно подобрать как классическую модель верхней одежды, так и выбрать ультрасовременную модную куртку или пальто яркого насыщенного цвета. Продавцы помогут дополнить образ шапкой или шарфиком. Расплатиться за приобретенный товар в «Метелице» можно как наличными, так и по безналичному расчету, а также оформить кредит на очень выгодных условиях прямо в магазине. Не сомневайтесь, в «Метелице» вас оденут. Напоминаем, магазин «Метелица» расположен по адресу улица Ворошилова, 23. Своих покупателей здесь ждут ежедневно с 10 до 19 часов. Последний осенний месяц принес заметное похолодание. Тем, кто еще не успел приобрести себе теплую верхнюю одежду, нужно поторопиться. Как это сделали покупательницы ярмарки верхней одежды «Ермак», которая работает во дворце спорта имени Ивана Рамазана? На ярмарке верхней одежды «Ермак» радостное оживление. Выбирать обновки всегда приятно, а уж когда они сочетают в себе хорошее качество, подходящий фасон и невысокую цену, получается маленький праздник. Вот только несколько отзывов о куртках, которые приобрели на ярмарке горожане. Она удобная, доченька. Очень удобная. Бегать везде хорошо в ней. Легко. Моя уже старая стала. Цвет приятный и пошита. Хорошо. Капюшоном тепло будет. Очень понравился фасончик и цвет, и цена. Спасибо за покупку. Свыше 5000 моделей плащей, курток, пуховиков и пальто предлагает покупателям ярмарка верхней одежды «Ермак». Цены на осенние модели от 2200 рублей, на зимние – от 2980 рублей. Все очень хорошего качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов, таких как биопух, верблюжья шерсть, кинсулейт. Представлен большой размерный ряд от 42 по 72 и все по оптовым ценам. Ярмарка «Ермак» будет работать во дворце Рамазана по адресу Проспект Ленина, 97, по 25 ноября включительно. Большое спасибо вам. Еще приду на будущий год. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский кинолог, президент Федерации спортивно-прикладного собаководства и ездового спорта Челябинской области Елена Платонова, как действующий спортсмен, впервые выступила в составе сборной России на чемпионате мира по ИПО – спортивной дрессировки немецких овчарок, который проходил в Дании. Вся четверка российских кинологов вместе с Еленой справилась с нормативами, вошла в зачет, заняв 11-е общекомандное место. Самым титулованным дрессировщиком собак в Магнитогорске пообщалась Юлия Никифорова. К участию в чемпионате мира Елена Платонова и ее немецкая овчарка Кобель Фронтик, очень красивого зонарно-рыжего окраса, готовились пять лет, начиная с выбора щенка, будущего спортсмена. Фронтик – настоящая немецкая овчарка хороших кровей, способная охранять, защищать, нападать, ну и, конечно же, очень серьезно подготовленная. Мой тренер, он живет в городе Екатеринбург, и все эти годы мы с ним периодически встречаемся, тренируемся то в Магнитогорске, то в Екатеринбурге, то в любом другом городе. Елена Платонова – один из самых опытных дрессировщиков собак в Челябинской области. Она инструктор, спортивный судья, президент Федерации спортивно-прикладного собаководства и ездового спорта Челябинской области, а главное – действующий и очень успешный спортсмен. Защитив честь российской команды на чемпионате мира по ИПО в Дании, Елена это доказала. Это, безусловно, высочайшего уровня достижения, причем наша команда, в состав которой входит Елена, она прошла зачет. Предварительно ребята проходили огромнейший, очень тяжелый отбор. Был чемпионат России, который проходил в Санкт-Петербурге. Сначала они там у нас прошли отбор. Далее проходил Кубок Дружбы в Московской области, в городе Дмитрове, где уже финально отбирались те четыре участника, всего лишь четыре участника со всей нашей большой страны, которые достойно смогли представить Россию. Международная система дрессировки немецких овчарок ИПО – это служебное троеборье, включающее послушание, защиту и работу по следу. В послушании судьями оценивается взаимодействие человека и собаки. При выполнении любых команд хозяин не должен удерживать своего пса, а управлять им исключительно голосом. В разделе защита собака должна показать умение держать давление со стороны нарушителей, если можно так выразиться, умение противостоять преступнику и эффективно отражать любые нападения на себя и своего владельца. В разделе следовая работа собаке необходимо показать умение долго в сложных условиях удерживать след, максимально точно повторять траекторию следа, который за час до этого был проложен. Самый титулованный дрессировщик собак-магнитки Елена Платонова всегда на передовой спортивно-собачьей жизни нашего города. Будь то соревнования по ездовому спорту, экстерьерная выставка или курсы по дрессировке собак для начинающих, Елена и ее коллеги помогут, подготовят, научат. Мы приглашаем всех на нашу спортивную дрессировочную площадку, которая, кстати, официально тоже единственная в Урало-Сибирском регионе. Здесь вас научат, как управлять вашей собакой, для того, чтобы собака была послушной, при необходимости могла вас защитить. Ну и если захочется кому-то спорт, то без вопросов. Это всегда приветствуется, мы всегда рады новым спортсменам. Ну а новая мечта самой Елены – призовое место на следующем чемпионате мира по ИПО. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisyn.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 9 ноября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным бюро «Погода» 9 ноября в городе ожидается пасмурная погода. Утром – облажной снег. Ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Отдельные порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 1, минус 6 градусов. Днем – минус 5, минус 4 градуса. Днем – минус 6, минус 6, минус 5, минус 6, минус 6, минус 5. Северо-восточный 3,5 металлургический комбинат. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Продолжение следует...